Торжественное собрание, приуроченное к 78-й годовщине окончания Второй мировой войны, состоялось в Краевой столице в рамках памятных мероприятий, проводимых 3 сентября. Оно прошло в Доме офицеров ВВО Министерства обороны России. Почетными гостями вечера стали руководители краевой власти, органов военного управления, представители полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Законодательной думы региона администрации Хабаровска. Участие в собрании принял временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Александр Никитин. От имени губернатора Михаила Владимировича Дегтярева правительства Хабаровского края и от себя лично поздравляю вас с 78-й годовщиной победы над милитаристкой Японией и окончания Второй мировой войны. Победа Советского Союза над милитаристской Японией здесь, на Дальнем Востоке, поставила точку во Второй мировой войне. Наши отцы и деды стали дважды победителями. Благодаря их воинскому подвигу освобождены Маньчжурия, Северный Китай, Корея, Южный Сахалин и Курильские острова. Жители Хабаровского края вместе со всем советским народом бились на фронте и трудились в тылу. «Давайте еще раз скажем спасибо поколению героев в лице присутствующих здесь тружениц тыла – Антонины Петровны Барановой, Валентины Арсеньевны Николаевой, Александры Павловны Тимониной. Мы гордимся ими и оплакиваем тех, кто уже не вернется с поля боя, кто умер от ран, кто стал жертвой преступлений нацистов», – сказал Александр Никитин. Участники собрания почтили память погибших минутой молчания. В программе вечера прошло торжественное награждение ветеранов-работников краевых учреждений. Временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-майор Сергей Лагуткин вручил награду Героя Российской Федерации, вдове и дочерям гвардии полковника командира 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса Южного военного округа Макарова Вячеслава Владимировича. Звание было присвоено посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Тема поддержки СВО стала ключевой на вечере. Правительством края развернута большая и системная работа по поддержке СВО и новых регионов Российской Федерации. Так, заводы края производят боевые самолеты Су-35 и Су-57 и военные корабли. В Хабаровске собирают тактические вездеходы «Ерофей». 20 промышленных предприятий регулярно посылают грузы под девизом «Все для фронта, все для победы». Работает лесная промышленность. Во исполнение указа президента Российской Федерации 30 мая в городе Хабаровске начал работу филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». С мая прошлого года Хабаровский край шествует над городом воинской славы Дебальцево Донецкой Народной Республики. За год усилиями края там восстановлено 25 объектов социальной инфраструктуры, 7 объектов ЖКХ и 15 дорог. Завершился вечер концертом. Для гостей выступили артисты краевых учреждений культуры. Они представили лучшие номера, спели песни военных лет.